Что, всем привет! Я сегодня не смогла себе отказать в удовольствии довязать шапочку. Она только что связана, я прям вот буквально только что обрезала последние кончики, поэтому она еще такая немножечко туга. Я, кстати, взвесила ровно 100 грамм, у меня ушло на шапочку. Вот, на туберизовую там, по-моему, 105 граммов. Ну, в общем, плюс-минус примерно одинаково. В общем, я ее сейчас вот ношу, и прямо сейчас я ее хочу бросить в стирку, потому что после стирки она немножечко растянется, и столбики немножечко расправятся. Так, сейчас, по-моему, покажу. Так, вот, посмотрите, эту шапочку я уже ношу, наверное, недели три. Она мягкая, ее уже тоже пора стирать, потому что я здесь немножечко своим шоколадным батончиком ее запачкала. В общем, она, видите, такая вот мягкая, более растянутая. Вот эта пока она держит форму. Видите, она такая плотная, твердая. Эта же нет, видите, она уже такая мягонькая, приятная. Даже на ощупь она разная. И, как бы, она более широкая. Вот, так что сейчас вот эту я тоже положу в машинку, постираю ее, наверное, на 30 градусов, на полчаса. Вот, можно даже посмотреть по размеру, как она меняется. Вот. То есть, ну, как бы, видно, что она чуть-чуть, вот эта вот пошире, бирюзовая. Вот. У меня, опять же-таки, получилось 4 клина. Там в мастер-классе либо 4, либо 5. Ну, вот у меня 4. И она прям такая плотненькая получается. Но после стирки, после носки она, она растягивается до нужного размера. Вот это прям вообще такая мягкая, приятная. Ее уж тоже пора постирать. Так что вот, бросаю ее сейчас в стирку. И думаю, что уже к вечеру высохнет. Я ее прям на батарее сушу. Так, ну что, всем привет. Сегодня у нас четверг. Я собралась и иду на встречу. Сегодня я встречаюсь с... Сегодня я встречаюсь с девочкой Дашей, с моей подписчицей. Мы познакомились с ней на встрече в октябре, которая была у меня живая встреча после совместного вязания. Вот. Мы общаемся. И вот сегодня договорились увидеться. Наконец-таки. Еще думали перед Новым годом, но там у нас не получилось. В общем, я уже в своей новой шапчуле. Вот. Я ее постирала, она высохла. Немножечко растянулась. Прям вот стало теперь как надо. И вот мой образ на сегодня с моей вязаной шапочкой. Ну что, я поехала. Там у нас снег идет. Но уже теплее. Уже не минус 18, как было в начале недели. Или на прошлой неделе. Я уже не помню. В общем. В общем, да. Я поехала. Вечером вам покажу балерину. Я ее уже почти довязала. Надеюсь, что сегодня я первый экземпляр. Первый экземпляр балеринки уже закончу. Так что. Все, поехали. Еще сумочка у меня будет маленькая. Вот. Outfit of the day, как говорится. Субтитры делал DimaTorzok Такой снегопад. Опять Москву заметает. Так, настоялась почти на месте. Где-то вот здесь кафешка будет. Прям метель. Ну, хоть не холодно, хорошо. Так, ну вот это место. Пойдем сейчас сюда. Познакомьтесь. Это Даша. Ну, я блога. Как в прошлый раз. Очень уютное место. Мне тут понравилось. Вон туда можно прийти, поработать. Там прям такой вот уголочек уютный. Гнездышко. Так, мы сидим уже тут долго. И, в общем, мы проголодались. Поняли, что кофе нам было? Мало, да. Пришло время обеда. Ну, правильно, уже пятый час. И мы прям захотели синхронно одинаковую еду. Это что за прелесть. Это петрушечка крушения. Все, в общем, будем кушать. Приятного нам аппетита. Очень милое место. И вообще райончик здесь такой. Это ботанический сад. Ван Дам Лютро. Сейчас мы туда пойдем на МЦК. В общем, мне очень понравилось. Уютно, красиво и очень вкусно. В общем, спасибо, Даша, что ты мне рассказала про это место. Там и здорово. Классно мы посидели, вкусно покушали. Куриная грудка на гриле была очень сочная. Овощные были другие, которые на гриле были. Эти тоже были, в принципе, ничего. Просто я и там половину не ем. Ну, я думаю, да, что там это... Или картошечку надо взять. Картошечку. Все, хватит уже. Есть картошечка. Ну, бот кончился, а вкусы остались. В общем, вот. Отличное место. Мне кажется, я приеду теперь туда с ноутбуком. Там прям можно так засесть тихонечко. И можно и покушать, и попить чай. И кофе был вкусный. Короче, рекомендую. Тревелерс. Тревелерс какой-то. Что-то там, короче. Что-то там с путешественниками. Да, да, кофе путешественниками. Вот, но их, по-моему, несколько в Москве. Не знаю. Да, я вела. Их прям что-то много. А это лазоревый какой-то. Лазоревый тревел. Такой адрес еще интересный. Там мы знаем, что снежная улица какая-то. В общем, на ботаническом саду. Все, снег прошел. Снег закончился пока мы. Вон он. Лазоревый, да. Лазоревый проезд. 1А. Все, уже скоро будет потепление. Можем. Что-то это уже хватит. Включайте нам весну. Так, я решила в Альберес. Забирать. Холик. Мне очень нравится. Он такой теплый. Он такой добротный. У него кармашки здесь и сверху. Такие находные еще карманы. Цвет. И шикарный. Цвет мне очень нравится. Такой там песочно-коричневый. Он чуть более теплый, чем на экране. Все, вот в нем я и поеду. Он такой вот в меру спортивный, в меру. Это С. Прям такой хорошенький. Оверсайз, я бы сказала. Я сейчас на плотную ситр его надела. Так что, в принципе, можно подалить, что-то такое объемное. Мне очень нравится. Капюшон большой. Капюшон теплый. Прямо в нем все, что мне нужно. Вот. Вот он чуть-чуть. Его бы, конечно, чуть-чуть еще подлиннее, но вот примерно вот до колена. Ну, хорошо. Уютный такой теплый. Прямо чувствуется, что теплый. Вот. Все я доволю. Рады, что подошел. Еще здесь пришли мои любимые батончики. Вот эти вот с бананом. Прямо даже не хочется его снимать. Так, ну что, всем привет еще раз. У нас уже пятница. Там у меня загружается новый влог. И я, наконец-таки, заканчиваю свою балеринку. Я пришила ей голову. Я связала юбочки. Посмотрите, у меня есть подъюбник белый. У него еще вот такой двойной край. Чтобы как бы такое создавалось ощущение, что там как бы несколько слоев. Вот. И верхняя юбочка. Я думала еще на верхней юбочке сделать тоже вот такой двойной край. Но мне показалось, что будет как-то слишком... Ну, слишком это будет много. В общем, слишком-слишком будет. Поэтому решила оставить так. И вот эти складочки можно распределять уже самостоятельно. Вручную. В общем, вам потом покажу. И буду сейчас пришивать ножки. Вот так выглядит теперь шея. Она не слишком тонкая. Я это понимаю, вижу. Но у меня куклы без каркаса. У меня куклы без какого-то крепления. Поэтому, чтобы голова была прочно закреплена. Чтобы она, видите, никуда не болталась. Даже если будет довольно... Ну, какая-то тяжелая прическа. То я здесь делаю не тонкую шею. И потом очень хорошо ее набиваю. Так, ножки буду сейчас пришивать к ней. И, смотрите, я уже здесь новую шапочку начала. Просто шапочки меня поработили. Взяли в плен. Я не могу, короче, остановиться их вязать. В общем, да, тоже вяжу крючком 4,5. Так же, как и те мои предыдущие две шапочки. Вот из этой пряжи. Это ализе какая-то. Двойная ниточка. Ну, то есть я ее уже перемотала самостоятельно. Это была вот такая тоненькая ниточка. По-моему, здесь с махером. Вот. Я вам про нее рассказывала, что я планирую связать шапочку. Но не думала, что так быстро. В общем, да, на этой неделе закончила белую. И вот прям уже бью себя по рукам, чтобы не вязать в свой день только шапочку. Вот. Завязываю второй клин. И, да, не знаю, сколько будет клиниев здесь. Четыре так же, как у прошлых, либо же пять. Нужно будет мерить. Вот как она после стирки себя поведет, тоже не знаю. Хотя я же, по-моему, стирала свою предыдущую шапочку. Мне кажется, ничего ей особо не будет. Мне нравится, что она такая пушистенькая. Мне кажется, она будет довольно теплая. Так что посмотрим. Да, вяжу ее тоже в перерывчиках. Как уже говорила, крючком четыре с половиной. Вчера была в прямом эфире в Инстаграм. Мы с вами так классно поболтали. Он у меня сохранен в ИГТВ. Так что можете смотреть, переходить. И там как раз в прямом эфире я тоже немножечко вязала шапочку. И с вами болтала. Даже ужин с вами вместе приготовили. Так, ну что, я продолжу пришивать ножки. И довыкладываю сейчас влог на канал. Только посмотрите, кто тут ко мне пришел. Ничего не смущает кошечку? Просто. Не даст мне повязать. Короче, я только что опубликовала новое видео для вас. Просто огромное вам спасибо за ваши советы по поводу, во-первых, цвета телесной пряжи. Ну что? По поводу цвета телесной пряжи я себе записала два оттенка. Это джинс 73 и Alize Cotton Gold 382. Вот. Буду теперь искать, где их можно купить или заказать просто вот по одному моточку. Хочу попробовать оба. Потому что я посмотрела в своих запасах, у меня нет такого оттенка. И... Что-то волосы теперь везде. И также нету у меня даже в моем... В моем блокноте с образцами пряжи тоже нет такого оттенка. Но хотя мне кажется, что я такой цвет видела. Или даже он у меня был. В общем, не помню. Я сейчас про джинс говорю. Я начала вот из 07, потому что вы мне писали, что из 07 вы тоже вяжете. Я же хотела вязать блондинку, куколку. Вот. Но блондинка не получится вот с таким цветом кожи. Поэтому я для нее сейчас выбрала прям вот такой темно-каштановый цвет. У кошки проснулась нежность. Вот. Значит, это что касается пряжи, да. Прям много мне человек написали о том, что 07 вы используете. Я не могу из нее просто. Вот. Дальше вы мне посоветовали сериал. Там было вообще много советов. Но я почему-то вот увидела именно этот. И посмотрела сейчас первую серию. Мне понравился пока. Называется Удивительная миссис Мейзел. Тоже я слышала про него. Но что-то как-то я, видимо, не отследила. Так что вот. Начала смотреть. Сколько сезонов? Три или четыре сезона. Так что, надеюсь, мне хватит надолго. Смотрю сейчас его. Буду вторую серию сейчас смотреть. И вязать куколку. Балеринку я доделала. Но единственное, что я еще по поводу ножек сомневаюсь. Ножек. Вот. Пока вам не буду показывать. Чуть-чуть попозже покажу. Вот. Так что да. Такие дела. Кстати, по поводу пуховика, который я вчера забрала. Я сегодня в нем ходила по улице. У нас, правда, довольно... У нас, правда, потеплело. Но мне показалось, что он довольно теплый. Такой прям. Удобный. Уютный. В общем-то, да. Прям я довольна. И цвет, конечно. Цвет прям шикарный. Удобно, что есть четыре кармашка. В общем, можно сюда что-то положить. Сюда можно руки греть. Также нравится, что здесь есть и молния, и кнопочки. И вот здесь, вот видите, молния не до конца. То есть, можно не застегивать нижнюю кнопочку. Короче, я прям довольна. Очень хороший. Но я бы не сказала, что он прям как-то сильно больше мерит. Нет. Это, в принципе, S-очка просто такая свободная.